Шестилетний Даня Сутулов проходит курс медицинской реабилитации в детском центре Теремок. Два с половиной года назад мальчика вместе с бабушкой прямо на пешеходном переходе сбил внедорожник. Женщина получила ушибы, а ребенок – черепно-мозговую травму. Даня пережил кому, реанимацию и сложнейшие операции на головном мозге. Лечение пришлось пройти в Москве. Ребенка спасали всем миром. Теперь малыш восстанавливается в Севастопольском детском центре медицинской реабилитации. В 2020 году здесь появилось новое оборудование. Занимаемся на новейших образцах. Вот что есть, то нам и применяют. Да, вот там тебя сбила машина. Наши результаты всех впечатляют. Мы надеемся на лучшее. Надеемся на наших докторов, на наших сестричек, на наш центр. Доктор рекомендовал Дане пройти курс на новом тренажере – роботизированном реабилитационном комплексе для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это один из 12 новых тренажеров в Севастопольском детском центре медицинской реабилитации. Система локомоторной терапии – это отечественный аналог швейцарского аппарата. Но в отличие от импортного, этот подходит и для детей, и для подростков, и для взрослых, рост которых – от 110 сантиметров до 2 метров. Система состоит из беговой дорожки, роботизированной обуви и компьютерной установки. Шестилетний Илья страдает детским церебральным параличом и неправильно ставит ногу. Аппарат учит его выбирать верный стереотип движения. Инструктор устанавливает скорость от 300 метров до 8 километров в час. Занятие на таком тренажере длится от 15 минут до получаса. Такого оборудования, как сейчас, которое появилось в нашем центре, в городе не было. Это большие помощники для нашей работы. Регулярные занятия на этих тренажерах позволят улучшить итоговый результат реабилитации для наших пациентов. В Севастополе 1492 ребенка-инвалида. 198 детей получили инвалидность в 2019 году. Специалисты центра приглашают детей с церебральным параличом. Здесь созданы все условия для успешной реабилитации. Полученное оборудование помогает решать вопросы медицинской реабилитации, прежде всего направленные на коррекцию двигательных функций, функции опоры, функции координации, развития мелкой моторики и функции передвижения детям после травм со сколиозами и, самое главное, детям с паралитическими синдромами после травм и детям с детским церебральным параличем. Севастопольским детям больше не нужно ехать на реабилитацию в Москву и Санкт-Петербург. Аппараты представлены в крупных городах России, теперь есть и в Севастопольском теремке. Здесь работают 67 сотрудников – врачи, медсестры, инструкторы, логопеды, дефектологи и методисты. Чтобы начать применять новые аппараты, специалисты прошли курс в Центре обучения новым реабилитационным технологиям в Нижнем Новгороде. Работы с новыми методиками. Эти методики давно используются, но для города Севастополя таких специалистов еще нет. Вот они будут у нас в Центре. Это боботерапия, войтотерапия и другие очень необходимые в реабилитации методики, которые позволят на имеющемся оборудовании восстанавливать здоровье наших севастопольских детей. Этот комплекс подвесов – настоящее спасение для ребенка с параличом или сколиозом. Помогает расслабить спазмированные мышцы. У девочки сколиоз. Этими упражнениями мы активируем глубокие мышцы, дабы они держали позвоночник ровно и она максимально могла контролировать свою осанку. Артрамот предназначен для разработки коленей, голеностопных и тазобедренных суставов. Тренажер незаменим, если ребенок был долго обездвижен после травмы или операции. Балансмастер исправляет ошибки передачи сигнала от мозга к мышцам, обучает правильным движениям, восстанавливает чувство равновесия. Упражнения на стабилоплатформе развивают точность координации, учат контролировать нагрузку на нижние конечности. Все занятия проходят в игровой форме. На этом тренажере нужно проехать по скоростной автомагистрали, управляя автомобилем ногами. При неврологических заболеваниях, детском церебральном параличе, после черепно-мозговых травм и повреждений головного и спинного мозга, помогает восстановиться реабилитационная перчатка. На ней семь датчиков, которые анализируют движения пациента. В покупку 12 тренажеров вложили 10 миллионов рублей. Деньги предоставило правительство Москвы. В 2020 году планируется еще поступление трех единиц оборудования, очень важных для нас. Это беговая дорожка с биологической обратной связью и разгрузка веса пациента. Это аппарат для диагностики мышечных нарушений, электромиографический аппарат и оборудование велоэргометром. И вот когда эти три единицы придут, то в принципе мы будем полностью укомплектованы в соответствии со стандартом оказания медицинской помощи по профилю реабилитации. Специалисты учреждения вспоминают, два с половиной года назад детский центр медицинской реабилитации находился под угрозой закрытия. Летом 2017 года на счету оставался 71 рубль на зарплату всему персоналу. И прежнее руководство города под видом реорганизации собиралось сократить учреждение. Тогда в ситуацию вмешался телеканал НТС и Севастопольское отделение Общероссийского народного фронта. Уникальное медицинское учреждение удалось сохранить, и теперь его ожидают лучшие времена. Теремок укомплектован по последнему слову техники на уровне федеральных центров, а в 2020 году в здании начнется капитальный ремонт.